приветствую участников моих встреч и всех зрителей и сейчас мы встречаемся в самом центре москвы около красной площади у гума знаменитого и за зданием гума вот следующий за красной площади проезд транспортная единица за зданием гума красная площадь а дальше будет гум вдоль красной площади и вот за гумом находится вот этот самый ветошный переулок самый центр москвы район и проходит он вот никольская улица до улицы ильинка и по сути дела на этом переулке движения очень немногочисленные почти его не по сути дела период представляет собой такую большую парку машина паркуется вдоль зданий которые на нем находят вот ну а для движения страны всего одна полоса него собственно по ним машина сады двигаться турмелин дело в том что не пользуется она закрыта для движения это пешеходная улица и на нее не въехать не выехать нельзя естественно не польская машина не едет и соответственно цилиндр тоже на никольской поэтому транзитного движения поэтому переводку и соответственно сюда можно приехать только с ильинке соответственно к тому магазину дали центру который тебя интерес и вот соответственно машины держать и здесь же парку останавливаются и соответственно идут потом опять же выезжает на улице вот такая вот так сказать такой перевод парковка вот на сказать что неподалеку находится станции метро площадь революция на никольскую улицу будет один из выходов это станция на благоверенский перевод и соответственно рядом никольской вот ну а длина этой перевод составляет 300 метров не 17 веке здесь был ветошный ряд верхних торговых ряду со сквозными паром проходами просто грубо говоря ну как вы знаете на рынке бывает парку вот допустим вся там какие-то вещи да и через них допустим люди идут люди не машины просто люди ходили по земле дам ветошным да и соответственно покупали что смотрели да естественно машин когда не на столе ветош значит почему ветош да не каша то конечно что такая старе у какой-то ветка одежда какие-то ветки тоскать вещи какие-то уже старый скажем вот но так сказать это вот одно толкование но есть такой другой толкование но скорее более правильных ветош это наоборот как раз не такое не старею а что как раз наоборот этот какие мозг есть очень дорогие изделия а вот ткани такие с редкой основы дорогой основы вот сделаны и по старому способу старинным там декалом да сахар какой старинный и поэтому носить их могли только москве такие вещи но бояре такие высшие чиновники как раз наоборот это что-то такой дорогой из дорогой ткани редко основу который собственно здесь и продал а что вот так вот можно до одно слово как говорится перекрутить и от одной крайности друг меняется значение значит так вот сначала то был просто не проезд а проход вот и соответственно 1888 году то есть уже в конце 19 века вместо пускать прохода сделали в общем проезд вот проход стал проездом не соответственно назвали это проход проезд на ветошной улице сначала не переулка молодым ну а затем соответственно уже назвали делали более правильное название это переулок который сидит две большие улицы никольскую лимфу между ними это такая как перемычка это вот самый я точный привык много там период куда дальше идет там да между никольской и линска на один из них это как раз вот этот ветошный переулок как первый после красной площади вот значит 17 веке некоторое время это называлось переулок певческой улицы потому что здесь находился патриарша певческая слобода ну а в советское время 37 392 году назывался этот переулок проездом сокунова есть евгения сапунова большевик революционер который убили на красной площадь 1017 году во время вооруженного восстания во время революции на строгу ну и собственно говоря в общем он кроме этого особо ничем не прославился вот но это был достаточно чтобы из какое-то время но хотя довольно значительно грунт как я расскажу через 40 лет да вот назвать этот прорез в честь сапунова ну звал в 192 году пилёвку вернули его исконное название летошный период вот фактически это да как период парковка но фактически это знаете период представляет собой такой открытый торговый ряд такой торговый ряд под открытым нему только единственное место сказать такой барахолки до таких вот рядов рыночных рядов как удачи там на колхозном рынке на вещевой ярмарке да я на обычной ярмарке есть вместо так сказать вот этих вот открытых лотков таких да и открытых были представлены такие закрытые здания которые по сути дела представляют собой многочисленных торговые ряды вот по сути дела огромный огромный такой торговый центр большой состоящий из разных вот скидят секунд да и в общем я только не продается ну начиная с гума который занимает полностью его то сказать черную сторону этого переулка и собственно сам гуман числится не по ветошному переулку а по красной площади на котором собственно выходит своим передний фасад на себя входит задний фасад гума ну вот ну и все учет на сторону занимать давайте можно кстати и с ветошный переулку много можно войти с не польской улицы соответственно и красной площади и соответственно нет вот если несколько ходов бум тоже торговый центр до трехэтажный ну вот а все стресс наскать и расстроение которые через находится по нечетной стороне с левой стороны если идем от не полька они соответственно как раз числится те по не ветошному вот то есть в такой большой морской такой торговый пассаж только под открытым и были планы чтобы сделать у крышу остекленную ну пока не сделали правда зимой там делать и гирлянда красивые такой перспективный панорама очень красиво но это зимой было ну вот а что касается вот этой вот левой стороны страны да то со мной ничего нечетный да то здесь находится здание бывших подворья вот все здания которые здесь находятся это здание но бывших подборь построенных 1870 году архитектором против латов и так первое то это шевалдинская подворья шевалдовская да это трехэтажное здание по подворью соответственно купца шевалдовского да я сам мог национальный центр находится она на углу с никольской улицей и недавно в общем она была реконструирована заново открыто по номером 5 это здание затем идет пантелеевская подворья это два дома подоросе медневек ну тоже подворья бывшего пантереев тут нас сказать что подворье оно и не ценить слова это двоятое значение двоякий вскрым внизу из одной с одной стороны это представительство какое-то допустим организация ну прежде всего иметь во церковных организация рук монастыря как какой-то церкви допустим иностранный или там мол может быть или кого то какой-то метрополе еще и соответственно подборье это так же еще и торговый лавка со складами еще в древности это был до我覺得 нас входит это были то было как бы но обычно не со склада со складами просто трогова арка рядом еще примокал из склада. И вот это, так сказать, такое как бы сотрудничество, да, торговля и, соответственно, помещение для хранения товаров, которые потом продавали, собственно, в этих лапках, оно называлось подворье. Поэтому многие купцы, они имели в Москве отельное подворье. Некоторые сдавали, купцы сдавали свои подворья потом, ну, в аренду, как сейчас говорят, тогда говорили, наем, там, да, соответственно, ну, иностранным каким-то там тоже купцам или каким-то гражданам, которые приезжали на какое-то время в Москву торговали. Ну вот. И вот Пантелеевское подворье, ну, пришел купцу Пантелееву. Ну, говоришь, состоит из двух зданий. Одно трехчатая, другое четырехэтажное. Ну, сейчас это торговый центр Никольский пассаж называется. Ну, рядом Никольская улица, соответственно, находится. Ну, и, опять же, это тоже такой торговый центр. Ну, естественно, все очень дорого, как и везде, и в Гуми. И здесь все очень дорого. Потому что скайгаренная ставка, конечно, запредельная. Ну, например, Красная площадь, Кремль. Понятно, что все очень дорого. Ну, естественно, а они, как отбивать платы, естественно, все за счет ценно-продуктов. Вот. Дальше находится Казанское подворье, да. Это по номерам 11 здания. Следующее. Тоже такое, что это тоже. Вот здесь была резиденция Казанского митрополита. Вот. Где он сам пребывал во время приезда в Москву. Ну, и, соответственно, находилась его свита, его окружение, которое его обслуживало. Ну, и, в принципе, тут, может, и проживали какие-то представители тоже из Казани, когда в Москву приезжали при Казанском подворье. В Министерстве были жилые квартиры, а также и всякие государственные учреждения. Ну, а, соответственно, сейчас там всякие офисные, ну, и прежде всего, торговые, конечно, опять же, помещения. И дальше у нас идет Мещаниново подворье. По номерам 13, четырехэтажное здание. Тоже, соответственно, приезжал купцу Мещаниново вот это подворье в конце 19 века, в начале 20-го. Ну, а, соответственно, сейчас там находится арт-центр ветошный. Ну, по сути дела, это тоже во многом, ну, такая торговая, ну, торговая, как бы выставочная, может быть, площадь, да, то есть какие-то там можно проводить всякие представления, но тоже все очень дорого. Ну, и, наконец, замыкает этот переулок с левой стороны. Это корпус верхних теплых торговых рядов в 1893 году постройки архитектора Померанцева. Четырехэтажное здание. А сейчас там находится детский гум, как бы взрослый гум, да, а здесь товар для детей. Ну, на первом этаже вроде как. А дальше остальные этажи там тоже, ну, всякие торговые разные организации. По-моему. Вот. Ну, и, собственно, весь переулочек, да. Значит, конечно, пустить его стоит, да, я думаю, многие на нем бывали. Ну, в принципе, удобно, когда паникольцев гуляешь, на Красную площадь, ну, заодно можно туда завернуть, погулять там. Ну, переулок, он, конечно, довольно такой, в свое ощущение, такой духоты, потому что он узкий, и он полностью весь застроен. То есть, абсолютно никакой растительности, абсолютно ни зелени, ничего. То есть, одни вот эти здания, здания, здания. Они вроде бы невысокие, там, всего там, три-четыре этажа, ну, там, четыре этажа, да, вот. Но они очень близко расположены, и, соответственно, переулок короткий, в смысле, узкий. И поэтому они, такое ощущение, как будто они нависают на тобой. Вот ты идешь, и на тобой нависает вот эта гора здания. Такое впечатление, как бы, конечно, некоторое давление, то есть, здание не давит. Мне кажется, на человек, такое впечатление создается. Ну, а так, они, конечно, красивые, так посмотреть, конечно, можно, но относительно покупок, ну, если деньги есть, то никаких проблем, ну, в гум-то, наверняка, сходить, в любом случае, ну, а все остальное, это уж там, по желанию. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Магдина.